Группа сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляются. Хорошо, Владимир Владимирович, вот вы говорите о избирателях, которые голосуют за коммунистов. Но одно дело избиратели, а другое дело это граждане России, а другое дело непосредственно функционеры КПРФ, которые занимают достаточно влиятельные посты в Государственной Думе. И именно с функционерами КПРФ была достигнута договоренность у фракции единства. И поэтому сейчас слышатся упреки в значительной степени и в, ну звучит даже слово сговор, в сговоре с КПРФ. Кстати сказать, на все эти годы, постоянно, кто бы ни был во главе правительства, кто бы ни был, какие бы силы ни представлял в Думе, не может быть ничто иное, кроме как института президента. С вашего позволения еще раз вернемся к вашим отношениям с КПРФ. А почему вы, Владимир Владимирович, поддерживаете Геннадия Николаевича Селезневого, поддержали, в частности, на фотоспитера дома? Ну, далась вам коммунистическая партия. Вы как-то не можете уйти от этой темы. Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы. У меня же рабочая семья, связи не было, куда мне идти. Я пошел в приемную прямо. На прием. Пришел, вышел мужик такой симпатичный. Говорит, тебе чего? Я говорю, я вот хочу, я говорю, да. Но он очень по-серьезному отнесся. Говорит, ну, поступать, да, можно или армию там пройти, или поступить, закончить в ВУЗ. Я говорю, какой ВУЗ? Он говорит, любой. Я говорю, на лучше всего. Он говорит, лучший юрфак. Я говорю, хорошо. С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Честное слово, правда. Вот просто перестал. Но вот преподаватели были такие умные. Надо отдать им должное. Я их благодарно сейчас вспоминаю. Они увидели, что я перестал заниматься. Вот. Они говорят, а ты чего перестал? Я говорю, а я хочу поступать на юрфак, а там нужно сдавать литературу, иностранный язык, историю. Они мне поверили. Она говорит, ты серьезный? Я говорю, да. Но тогда тебе надо заниматься этими предметами. Прощай, радость, жизнь моя. Слышу, едешь от меня. Знать, должен с тобой расстаться, Тебя мне больше не видать, Темно-ноченька. Эх, талант, ты мой талант. Вы видите уникальные кадры, снятые сотрудником КГБ. Все участники демонстрации были арестованы и отправлены в лагеря. Ты родилась моя доля, Полынью горькою травой, Темно-ноченька. Эх, да не спится. Ваши друзья говорят, что основная проблема Путина, что юридический факультет, он очень любит закон. Он всегда действует в рамках закона. Заставить Путина приступить к закону невозможно. Это правда. У меня были очень хорошие учителя, очень хорошие, я им очень благодарен. Они нам вбили в голову некоторые постулаты, некоторые фундаментальные вещи, которые я считаю не просто правильными по книжному, а правильными и нужными по жизни. Вот не помню, рассказывал или нет, когда я пришел на работу в Ленинградское управление КГБ, и мы там планировали какую-то там, уже не помню, мелкую операцию. И один из наших ветеранов предложил нечто сделать и сказал, что вот нужно поступить так. Так, там достаточно много народу было, я им говорю, слушайте, по-моему, это незаконно. На что вот дальше любопытная вещь, он посмотрел на меня так странно, с удивлением, и говорит, как же, у нас есть вот такая-то инструкция, и называют номером инструкции, КГБ СССР. Я говорю, ну если она есть, то ее надо отменить, потому что она незаконна, она противоречит вот такому-то закону, такому-то конституции противоречит. Это не шутка, я не придумал, это реально вот в жизни было. Я был совсем юный, я только-только пришел из университета, и они надо мной просто посмеялись. Слава богу, это уже был 1976 год, и далеко все было от времени репрессий, другие времена были совсем. И ваши друзья говорят, что основная проблема Путина, что юридический факультет, он очень любит закон, он всегда действует в рамках закона, заставить Путина приступить к закону невозможно. Это правда, у меня были очень хорошие учителя, очень хорошие, я им очень благодарен. Они нам вбили в голову некоторые постулаты, некоторые фундаментальные вещи, которые я считаю не просто правильными по книжному, а правильными и нужными по жизни. Вот не помню, рассказывал или нет, когда я пришел на работу в Ленинградскую книгу, потому что она незаконна, она противоречит вот такому закону, такому конституции противоречит. Это не шутка, я не придумал, это реально в жизни было. Я был совсем юный, я только-только пришел из университета, и они надо мной просто посмеялись. Слава Богу, это уже было управление КГБ, и мы там планировали какую-то там, уже не помню, мелкую операцию. И один из наших ветеранов предложил нечто сделать и сказал, что вот нужно поступить так. Там достаточно много народу было, и я им говорю, слушайте, по-моему, это незаконно. На что, вот дальше любопытная вещь, он посмотрел на меня так странно, с удивлением, и говорит, как же, у нас есть вот такая-то инструкция, и называют номер инструкции, как БССР. Я говорю, ну если она есть, то ее надо... Я говорю, 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 я говорю и людям работать. Поздравляю вас. да я вам сюрприз привез сюрприз такой офицерский ничего здесь такого нет тут где-то правда как раз 17 почитаете мы вас сердечно поздравляем с днем рождения мы никогда не забудем того что вы сделали и для страны и для нас мы это очень хорошо помним для нас работа с вами это очень хорошая школа и жизненно человеческая профессиональная мы знаем как вы относились к делу это самый лучший для нас был пример к делу к стране к службе мы вам за это очень благодарны это все с нами по жизни вам спасибо большое поздравляем сердечно и желаем вам здоровья поздравляем с днем рождения мы познакомились с путином в одном очень маленьком подразделении одной очень большой организации большая организация это естественно кгб сср маленькое подразделение этому цвета очень маленькое подразделение внешней разведки молодыми офицерами там старшими лейтенантами капитанами служили тогда в нашем подразделении были нелегалы те кто вернулся на родину после 20 лет нелегальной работы на западе мы иногда их вспоминаем что девич когда там минутка есть про свободного времени вспомнился люди служили вы сами понимаете не за деньги рисковали страшно и чтобы с ними случилось это же нелегал вот они были живым примером они работали на страну на отечество в этом и есть суть без всякой там политической окраски и диалоги и так далее после службы в кгб и в разведке его вхождение в демократическую жизнь знакомство с новыми правилами жизни с новыми возможностями произошли именно работы у собчака именно собчак будучи яркой фигурой и одним из ведущих деятелей ускорил его понимание всего происходящего мы все вышли из государства мы считали что государство должно превалировать на всем и мне кажется собчак у нас всех обучил как это можно балансировать где мы можем видеть новые возможности демократической страны демократического порядка свободы мнения дискуссии защиты мнения конкуренции политической вся моя работа в органах внешней разведки ссср была связана не просто со службы внешней разведки а именно с нелегальной разведкой и я знаю что это за люди это люди особые особого качества особых убеждений это люди особого склада характера отказаться от своей текущей жизни отказаться от своих близких от родных и покинуть страну многие многие годы посвятить свою жизнь служению отечеству не каждый может это могут только избранные говорю это без всякого преувеличения вот с таким подходом к делу с таким подходом к стране к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки это уникальные люди я желаю им счастья благополучия очень хорошо помню разговор с одним из своих бывших коллег который проработал на нелегальной работе много лет и вернувшись вернувшись он работал со мной начинающим сотрудникам органов безопасности начинающим сотрудникам разведки я его как-то спросил сан саныч но вот вы столько проработали а здесь вот теперь вместе со мной это как нормально вы же в принципе на многое могли рассчитывать больше он это я и мог занимать другую позицию мне центр предлагал это сделать но я не захотел потому что я считаю наградой для себя то что мне родина доверила выполнять такую функцию которую кроме меня никто не может исполнить это и есть самая большая награда которую я заработал и я должен за это родину благодарить а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корне. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. То есть все, кто приближается к этой тайне, тайне терроризма, которым занимается ФСБ в течение 12 лет на территории Российской Федерации, все люди либо застрелены, либо умерли скоропостижно. То есть я не вижу ни одного живого на территории России, кто бы плотно этим занимался, то есть не просто наскоками, а вот именно серьезно этим занимался, требовал, и самое главное, кто требовал бы от власти ответа. Ответить на конкретно поставленные вопросы. Ну сейчас я, тогда выключите камеру, я пойду возьму на русском языке книгу, сейчас ее прочитаю. Сейчас, ну что, я вам сейчас дам на английском, вы посмотрите. Им сейчас надо и следы заметать, своих преступлений. А кто о преступлениях знал? Аня Политковская знала, что творится в Чечне? Сын мой знал о взрывах домов? Непосредственно свидетели? Сейчас они будут убивать и остальных свидетелей. Бандиты всегда делают, они заметают свои следы. Я могу сказать, что я в 99-м году, как тогда, так и сейчас, я все-таки думаю, что это наша спецслужба, но руками чеченцев. Ну а если это наша спецслужба, то зачем? Паблик релэйшнс. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. И чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали. И войну начали. И сделали ее кровавой. И никого не шокировало летящие на грозный бомб. Да, отлично. Все правильно. Я знал Аню хорошо. Я знал, насколько она слаба. Я знал, как она боится. Буквально за полтора-два месяца до ее гибели мы встречались в Лондоне. Я уже полтора-два года ее уговаривал. Я говорил, Аня, ты уже давно перестала быть журналистом. Ты переросла это. Ты эксперт. Тебя слушают, тебя слышат. Ты можешь для России и для всех сделать намного больше, если ты сохранишь себя и останешься здесь. У тебя столько материалов, которые ты 10 лет только езди и говори и привлекай внимание. Она говорит, нет, я журналист, я все равно журналист. Я говорю... Потом она как бы... Она признавалась. Она говорит, Ахмед, ты не представляешь, как я боюсь. Я захожу каждый раз в подъезд и думаю, что я последний раз туда захожу. Вот просто она сказала это слово. И вот у меня постоянно в голове вот эта ситуация была. Вот этот узкий подъезд, это слабая женщина и приставленный к ней в лицо пистолет. Я просто понимаю, что она пережила вот за эти секунды. И, конечно, это был очень сильный удар. Счастливо. 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 Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать. Во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России была крайне незначительной. Она была известна в журналистских кругах, в правозащитных кругах, на Западе. Повторяю, влияние на политическую жизнь в стране было минимальным. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидные для всех в России факты. Но, повторяю, кто бы это ни был, и какими бы мотивами эти люди не руководствовались, они преступники. Они должны быть найдены, изобличены и наказаны. Мы будем делать для этого все необходимое. Саша на самом деле был очень хорошим оперативником, очень хорошим. И первого числа то, что произошло, он мне утром позвонил, сказал, что Ахмед, я получу информацию относительно вовлеченности людей, возможной вовлеченности людей в убийстве Анны Политковской. Ну, он уже был отравлен. Не он, не я, мы это не знали. Неудобно не сказать то, что я знаю. Здесь прозвучал прямой вопрос, кто убил Аню. Я даю прямой ответ, Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. Я говорю, конечно, Анечка могут убить, я вообще советую тебе уехать из этой страны хотя бы на время. Она мне сказала, что угрожал Путин. Он ей передавал угрозы через Хакамазу. Раньше ведь меньше убивали, потому что они были подконтрольны ЦК. И на каждое убийство надо было получать разрешение ЦК. Это довольно сложная была процедура. А сегодня они решают просто на уровне своих кабинетов. Так что сейчас убийств стало очень много, гораздо больше, чем в мое время. Были, и тогда были убийства, но гораздо меньше. А теперь это просто им гораздо проще, чем идти в суд, доказывать что-то. Ему грозили беспрерывно несколько раз я сам был свидетелем. Мы звонили на мобильный прямо из Москвы и говорили, ты что думаешь, ты безопасен там в Лондоне? Вспомни Троцкого. Однажды здесь в Кемриде мы гуляли по городу с его сыничкой, солнце, весна, птички, поеду друг звонок. Они ему грозили все время. The trail left by the Polonium 210 is spreading beyond Britain. The two British Airways aircraft that flew European and Russian routes are now grounded at Heathrow and have tested positive for minute traces. The third in Moscow is waiting to be tested. The Polonium trail has now shifted to Russia and even here to the inner sanctum of the British Embassy in Moscow. One man the police may want to speak to is Andrei Lugovie. Some analysts allege that through witnesses like Lugovie the British investigation might ultimately lead to the seat of Russian government the Kremlin. But if it does prove to be Russia as so many suspect then this would mark a return to the dirty tactics of the worst days of the Cold War. So already for the British detectives here signs of many difficulties ahead. Мне в общем-то все равно который из офицеров КГБ его убил один, другой или третий. Мне это совершенно не важно. Я отлично понимаю кто заказчик. Вот это я понимаю поскольку они особенные не прятались. Как вы наверное читали в моих заявлениях они в июле приняли специальный закон позволяющий президенту России использовать свои спецчасти для уничтожения врагов экстремистов как они пишут внутри России и за пределами. Закон был принят Путин его подписал 27 июля а министр обороны немедленно выступил Сергей Иванов и сказал что списки уже составлены то есть они это сделали абсолютно открыто ну конечно внимания никто не обратил появились первые жертвы и это уверяю вас не последнее он просто всегда мне говорил Марина ты понимаешь я опер вот я опер не в том смысле что он занимался этой работой а он просто вот по-настоящему человек который может эту работу делать может быть лучше чем другие я я Сашу приняла сразу таким какой он есть это не значит что я не пыталась что-то там знаете как любая женщина в своем муже хочет что-то всегда скорректировать и женам кажется что они это могут это неправда мужья иногда могут показать вид что они это сделают и может быть в каких-то бытовых моментах Саша мог это но в основных он никогда и я как-то сказала Саша ну ты понимаешь что в принципе это будет на нашей семье как-то отразиться а он говорит Марина а как я не могу поступить по-другому а потом мне говорю Марина ты знаешь почему я многие вещи делала вот так вот смело я говорю почему потому что я была уверена что ты за моей спиной Александр Litvinenko died last night leaving doctors confused about exactly what had killed him this morning friends of the former Russian agent read out a statement he'd written while in hospital as I lie here I can distinctly hear the beatings of wings of the angel of death I may be able to give him the sleep but I have to say my legs do not run as fast as I would like you may succeed in silencing one man but the hall of protest from around the world will reverberate Mr. Putin in your ears for the rest of your life I have a small a bomb I have terrible thing has happened yes she was so small that it was not visible my son wait a minute I will you Смерть человека – это всегда трагедия. И я приношу свои соболезнования близким господин Олимпиненко и его семье. Между тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Нет этого. Значит, нет и предмета для разговоров подобного рода. Ну и, наконец, что касается записки, о которой вы сказали. Если такая записка действительно появилась до кончины господина Олимпиненко, то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародована при его жизни. А если она появилась после его кончины, после его смерти, то, естественно, какие здесь могут быть комментарии? Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Олимпиненко, к сожалению, не лазает. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. Как-то я не знал о встречах его, о тех контактах, которые потом, в последующем, стали известны. Но четвертого уже, когда он мне рассказал о первой встрече, об одной встрече, о других встречах, просто у меня уже не было никаких сомнений, что он отравлен. Хотя он держался очень-очень хорошо. Мы врачам сказали, что возможно отравление. И Саша должен был умереть в течение 10 дней. Но вот его организм, его здоровое сердце, оно позволило врачам Великобритании практически докопаться и установить, что было применено. Если бы он в течение первых 10 дней умер бы, никто ничего не знал. Вот смотрите, почему я был абсолютно убежден, и сейчас я уверен в этом. Путин, он знал. Во-вторых, вот то заявление, которое он зачитал в Финляндии, нет признаков насильственной смерти и нет предмета обсуждения. Они были уверены, что Александр Литвиненко умрет по неустановленным причинам. Человек старел на глазах каждый день за эти 23 дня, что с ним это случилось. И даже видя все эти изменения, все равно это каждый день была вера в то, что он выживет. Что он справится, что его здоровье, что его организм просто невозможно сломать. Когда мы первый раз обнаружили, что у него стали волосы выпадать, и это просто вот резко началось. И я спросила врачей, может быть, лучше побрить волосы, потому что они выпадали очень сильно, и было видно, что они ему создают дискомфорт. Они сначала не знали, потому что, может быть, на анализы нужны были волосы. Еще тогда не был поставлен диагноз отравления, даже в первой стадии, когда сказали, что обнаружили талии в организме. Потом они разрешили, когда побрить ему волосы. Саша сказал, а у меня вырастут когда-нибудь? Он говорит, конечно, вырастут, Саша. Конечно, они у тебя вырастут и будут расти у тебя волосы. Еще он говорил всегда, Марина, я же, не только меня, а многих даже спросил. Я же побегу? Я говорю, конечно, Саша, побежишь. Ну, потихонечку сначала выздоровеешь, а потом побежишь. Пришел туда, Саша уже был, конечно, болезнью очень сильно обезображен, лежал без волос, но, вы знаете, в нем было что-то такое, вот как у Мона Лизы в улыбке ее загадочной, такое вот у него в лице было что-то. Там не сын был, а отец лежал, как бы, мой отец, а я его сын. Такая вот мудрость на нем была, что-то такое. Но, видно, уже перед смертью он уже понимал все. Я подошел, перекрестил его, прочитал молитву отче наш. Саша лежал с закрытыми глазами и говорит, «Папа, я принял ислам, я стал мусульманином». Я говорю, ну ничего, сынок, одним мусульманином у нас будет больше. У меня зять мусульманин. У меня зять кабардинец, мусульманин. Ну, я тогда еще надежда была, что жив будет. Я говорю, лишь бы ты не принял коммунизма и сатанизма. Так, сказал ему. Ну, Саша так откинулся опять, видно слабость, закрыл глаза, лежал. Я в эту ночь остался с Сашей. И я благодарю Бога, что был рядом, рядом в этот момент сыном. Я не чувствовал ни голода, ничего. Я вот так вот около Саши все время находился. Он меня к себе не допускал. Говорит, «Папа, там будь». Наверное, чувствовал что-то. Ну, сыну сказал что-то, моему сыну сказал, мне, жене, супруге своей, чтобы в последующем его, если будет такая возможность, чтобы его перевезли и перезахоронили в Чечне, на чеченских кладбищах. И опять-таки говорю, он очень, он очень хороший, крепкий был даже 16-17 числа. Я не думал, что с ним что-то. Мы наоборот, мы ему начали, говорит, «Так ты сам, мы поедем, там умрем, там нас похоронят, там ты это самое». Не, он говорит, «Я же ничего, я мужчина, мы взрослые люди, я просто говорю вам то, что я должен и хочу сказать». Говорит, «И все, не потому, что я через 5 минут умру, может, я, говорит, не хочу, я буду бороться до конца». Так и шагнул в вечность, да, увязав свою судьбу с чеченским народом. Просто он сделал то, что он мог сделать, как бы, извязав христианскую мать. Как бы, раскаиваясь за то, за то, что сделал не он. «Я вот христианин». И вот он себя, в свои последние годы, он прожил с этой трагедией, с этой болью, и ушел он в эту вечность, унося с собой вот вину за то, что там происходит. «Я христианин, Ахмед Мусульманин, мы братья с ним. Мы побратались». «Я потерял сына, нашел. И из иностранных что-то, commanded Harry還有7 people И ещё один лей-жбанин за то, и еще один написано, «Ест мот Libки». Немного у ParadBookorie «Укрыса в судьбе». у людей Немного vid Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok